добрый день мои дорогие любители вязания сегодня мы с вами разберем узор на филейной сетки мне понравилось очень красивая смотрится кофта именно вот с этим узором связано когда я связала отдельно попробовал узор вы посмотрите как красиво смотрится именно отделка может быть да как прошло в любую кофточку в юбку может быть и ну и сам по себе сама кофта тоже шикарно смотрится вы ее видите на экране вяжется предельно просто но насколько интересно и красиво сейчас мы с вами свяжем такой узор схема у нас есть будет в группе вконтакте распечатка не очень хорошая все размазано потому что там идет все на темном фоне но в принципе у нас там есть выкройка да ты такая как майка даже не кофточка как майка сделана но вы можете сделать абсолютно любую выкройку и под эту выкройку сделать себе кофту ну а мы с вами сейчас свяжем вот такой вот интересный узор на филейной сетке кому понравилось пожалуйста присоединяйтесь сейчас сделаем я буду вязать другой пряжи не с такой это пряжи мы уже с вами работали с ней неоднократно это хлопок но он будет потолще чем вот это ярно я значит нам рекомендуют крючок 2 2 1 в 50 граммах 210 метров я взяла действительно крючок 2 1 и для образца нам нужно связать с вами 58 воздушных петель я возьму даже напишу для того чтобы для иностранцев кто не русскоговорящий а кто воспринимает это не только на слух и визуально 58 воздушных петель мы с вами вяжем далее мы начинаем с вами разбивать нашу цепочку я заметила последнюю петлю и вяжу 3 петли подъема и вяжу еще 2 воздушных петли от замеченной петли мы отступаем 1 2 и в третью я вяжу столбик с одним накидом 2 воздушных петли накид 1 2 в третью столбик с одним накидом 1 2 накид 1 2 в третью столбик с одним накидом мы с вами должны связать вот три окошко далее мы с вами вяжем теперь в каждую петельку в нашей цепочке столбики вяжем 1 столбик 2 и 3 то есть в итоге мы с вами получили 4 столбик вот наши 4 столбик 2 воздушных петли накид 1 2 в 3 столбик с одним накидом 2 воздушных петли накид 1 2 в 3 столбик 1 2 накид 1 2 в 3 столбик у нас должно здесь получится 5 окошек если мы с вами посмотрим на наш уже готовый мотив схема плохо видно поэтому не показываю мы вот с вами сделали 1 2 3 окошко провязали 4 столбика теперь 1 2 3 4 5 5 окошек у нас 1 2 3 1 2 накид 1 2 3 желательно захватывать сразу же вот две ниточки для того чтобы не так растягивалась было более аккуратно потому что у меня предыдущие видите не очень хорошо 1 2 накид 1 2 и в 3 столбик смотрим что у нас с вами получилось 1 2 3 4 5 5 окошек теперь мы с с вами вяжем в каждую петельку столбики 1 столбик 2 2 и 3 далее опять мы вяжем 2 воздушных петли накид и 1 2 в 3 столбик далее у нас все повторяется если мы с вами посмотрим уже готовый мотив то мы видим что у нас вот 4 столбика 1 2 3 4 5 окошек 4 столбика 5 окошек 4 столбика и заканчиваем тремя то есть для образца у нас с одной стороны три и с другой стороны 3 я сейчас закончу ряд и мы посмотрим и так вот мы с вами первый ряд сделали теперь самое главное разбить первый ряд а дальше пойдет все намного проще повернули вязание 1 2 3 2 воздушных петли накид и столбик столбик провязали столбик 1 2 столбик столбик а следующий мы с вами вот будем расширять наши столбики то есть мы заполним вот это и это окошко столбиками то есть накид можно прямо в петлю можно под петлю на здесь с вами 3 петли подарку 1 2 2 2 столбик подарку и теперь столбик столбик их у нас здесь 4 1 2 2 3 и 4 да и с этой стороны мы тоже это окошко заполнили накид 2 столбика само окошко столбик 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 есть вот видите у нас расширилась так наши столбики более плотные теперь мы делаем окошко 12 накид и столбик 1 2 накид столбик 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 2 петли накид и столбик столбик далее по ходу движения у нас что у нас вот 4 столбика но мы их расширяем поэтому подарку вяжем либо кошка вяжем 2 столбика и 4 столбика столбик столбик 1 2 3 и 4 и с этой стороны мы тоже заполняем окошко столбиками 1 2 и столбик столбик то есть вы поймали ритм да вот мы с вами из 5 окошек у нас осталось 3 остальные мы с вами заполнили и так до конца 2 ряд мы с вами завершили про поворачиваем вязание и мы опять-таки с вами будем расширяться 1 2 3 2 еще петли того 5 и столбик столбик это кошка мы с вами оставляем а а я не в столбик попала будет некрасиво вот именно столбик столбик а вот эти окошки с двух сторон мы опять с вами будем заполнять то есть сюда мы вяжем с вами 2 столбик 1 и 2 и мы вяжем опять-таки столбик столбик 1 2 3 здесь мы с вами должны сделать окошко для того чтобы не считать мы можем с вами сориентироваться по первому ряду вот видите вот у нас 4 мы две крайних отбросим и вот эти вот два столбика мы должны будем сделать как бы с него окошко не провязывать то есть смотрите у нас остался последний столбик вот мы его провязали а эти два столбика мы пропустим а пропускать будем так двумя воздушными петлями накид пропустили и пошли вязать дальше 1 2 вот 3 4 и точно так же как и с этой стороны мы должны заполнить окошко 12 и столбик столбик мы с вами сделали окошко далее 2 воздушных петли накид и провязываем окошко смотрим что у нас дальше а у нас дальше опять мы должны его заполнять окошко то есть я говорила о том что самое главное нам сделать разбивку первого ряда а дальше сама сетка нам покажет где нам делать окошки а где нам делать более густое наше полотно вот сейчас я не считаю видите вот смотрю вот наши два то есть вот у меня последний должен быть столбик а дальше я пропускаю две два столбика накид вот я их пропустила и в 3 провязала посмотрим то как раз вот они проходят вот по центру и дальше мы продолжаем с вами вязать в том же ритме ряд окончен поворачиваем вязание давайте посмотрим уже готовый образец вот смотрите мы с вами связали вот эти окошки мы с вами как расширялись так теперь будем и сужаться то есть увеличивать количество пустых окошек и уменьшать количество заполненных окошек 3 воздушных петли 2 петли между столбиками накид и столбик как я уже сказала две воздушных петли мы начали уменьшать пропускаем 2 в третью столбик видите а дальше столбик столбик и мы заполним с вами вот это окошко которое сделали в нижнем ряду мы заполним его мы можно петля в петлю а можно под саму вот эту арку так и видите как у нас просто образовалась окошко в таком ромби и вяжем дальше не забываем о том что нам нужно с вами теперь уменьшить количество плотность вот видите как раз у нас дальше теперь идет окошко 2 воздушных петли накид и столбик мы получили окошко смотрим эти как у нас уменьшилась 2 воздушных петли накид в столбик дальше у нас опять идет наш ромб и мы его опять уменьшаем столбик ну а дальше в общем то уже все понятно да провязываем заполняем окошки опять чередуем наши заполненные окошки и пустые ряд окончен и теперь у нас остался последний ряд который мы должны перейти вот на 4 заполнена 4 петли то есть на одно заполненное окошко 3 петли 2 петли и столбик в столбик 2 воздушных петли накид и столбик в столбик далее мы опять с вами 2 воздушных петли накид пропускаем 2 столбика в 3 а дальше вяжем все заполняем 1 2 3 видите мы как бы с вами вышли вот на те столбики которые начинали 2 воздушных петли накид и теперь 5 пустое окошко 2 воздушных петли накид пустое окошко посмотрим на схему насколько она неважно на конечно видно мы с вами вот заканчиваем вязать и при окончании вот мы сейчас с вами видите наверное очень плохо видно конечно только на следующем ряду мы будем с вами формировать уже шахматном порядке следующие наши ромбики поэтому этот ряд мы сейчас с вами закончим уже по вот такой схеме и дальше поговорим я закончила ряд и вот мы с получили как бы полосу где мы ее как бы можем уже применить да вот одна вторая полоса для применить для какого-то отделки допустим на в нашей одежде но мы с вами можем ее продолжать вязать дальше как уже отдельный узор для этого если мы с вами посмотрим то мы в шахматном порядке должны вот смотрите вот центральный наши пустая мы вот здесь вами должны начинать формировать следующий ромб вот здесь следующий ромб и вот здесь начало нашего ромба сейчас мы вяжем с вами 123 накид и под арку я вяжу два столбика и вяжу столбик столбик то есть у нас с вами 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петли накид и теперь мы вяжем с вами пустые окошки одно окошко второе окошко вот у нас третье окошко четвертое окошко и у нас вот с вами 5 окошко видите 12345 как раз мы вышли с вами на центральный на центральную вот как бы полосу которая между двумя ромбами и мы ее сейчас заполняем столбиками то есть формируем начало для нашего следующего рапорта следующих вот таких вот ромбов как мы с вами только что связали внизу далее 2 воздушных петли накид и опять 5 окошек и так до конца ряд окончили и мы сейчас с вами посмотрим то есть вот этот ряд у у нас точно такой как и был первым вот у нас заполненная окошко 12345 пустые заполненная 1 2 3 4 5 пустые заполненная кошка 12345 заполнена далее мы с вами будем вязать вот второй ряд повернем вязание будем заполнять окошки увеличивать и постепенно уменьшать я сейчас провяжу еще один раппорт мы посмотрим уже с вами сам узор в большем полотне вы если как бы не сориентировались можете пересмотреть видео и начать вот с этого со второго ряда для того чтобы продолжить дальше так я провязала еще один вот раппорт высоту и вы видите в полной красе наш узор вот у нас полоса о котором я говорила да вот можно применять его что наш узор я надеюсь что вам понравился интересный интересный очень узор пожалуй и все на этом моменте я хочу с вами попрощаться понравилось вам видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а вам творческих успехов и до скорой встречи